Здравствуйте! На телеканале Артем ТВ выпуск городских новостей. В студии Дарья Мясникова. И сейчас и главное. 10 ноября на месте провала на улице Герцена на глубине 18 метров обнаружено тело предположительно Анатолия Усольцева. Напомним, что 6 сентября этого года мужчина пропал во дворе собственного дома. Как выяснили специалисты, произошло обрушение шурфа заброшенной шахты. Работы по извлечению останков продолжаются. Глава округа Владимир Новиков дал комментарий с места событий. Шахтопроходчики нашли тело. Но для того, чтобы полностью извлечь, сейчас мы пригласили бригаду горноспасателей. Сейчас они с липовцев уже выехали. У них есть все необходимое для данных целей, для проведения соответствующих мероприятий. Органы внутренних дел поставлены в известность. Будет здесь следственная бригада и проведены окончательные мероприятия. Сегодня, 10 числа, значит, тело будет полностью поднято на землю. Мы уже обратились в ГУРШ, это управление по закрытию шахт, которое подчиняется Москве, значит, которое действует в Москве. Значит, все дальнейшие мероприятия по консервации ствола должны проводить они. И за федеральные деньги. Они это уже прекрасно знают. Поэтому они ждали окончания мероприятий по поиску пропавшего. Ну и на сегодняшний день мы готовы предоставить им уже всю информацию соответствующую. Очередной циклон принес в Приморье первый снегопад. О том, как его встретили в Артеме, смотрите в сюжете Полины Козловой. Сезон летней резины официально закрыт. Традиционно первый снег в Приморье выпадает еще осенью. И становится веской причиной – активно готовиться к холодам. Сезон пришел, и люди начинают побольше покупать. Подъезжают, спрашивают, интересуются. Кто-то покупает, сразу же ставит. Первый снег выпадает, сами видите, что творится в городе. Начинают аварии, ДТП постоянные. Согласиться с Алексеем можно лишь отчасти. За прошедшие сутки было зарегистрировано всего три дорожно-транспортных происшествия. Госавтоинспекции считают, что это связано с сознательностью автомобилистов. Движение на дорогах города в связи с подошедшим снегопадом ведется в обычном режиме. Увеличение количества дорожно-патрульных нарядов не требовалось. Количество дорожно-транспортных происшествий не увеличилось. Пока обстановка спокойная. Может быть, это связано с тем, что водители заблаговременно подготовились к снегопаду, поменяли свои шины на соответствующий зимнему периоду. Однако, хотелось бы обратиться ко всем автовладельцам, что те, кто еще не заменил тип шин на соответствующие погодным условиям, сделать это своевременно. Контроль за ситуацией на дорогах Артема осуществляют и власти города. В этом году для очистки дорог было закуплено новое оборудование и специальные реагенты, которые будут способствовать быстрому таянию снежного покрова. Вот на сегодня у нас 14 единиц спецтехники уже готовы полностью исполнять свою обязанность. И, как видим, так как сегодня ночью начался мелкий снежок, и уже была минусовая температура, чтобы не повторилось сценарий прошлого года, вы помните, когда у нас прошел дождь со снегом и сильный мороз, и у нас встал этот лед, и практически до конца года мы с ним боролись усиленно. Вот чтобы этого не повторилось, в этом году, уже в эту же ночь сегодня, мы работали на улицах города Артема, посыпали специальной песко-соляной смесью, которая именно, чтобы разъедала то, что возможно, как бы вот уже сыпется. Снежок, дождь, чтобы не было этого обледенения. Выпавший снег полностью сойдет уже на этой неделе, но он станет хорошим стимулом для всех, кто сани с лета не заготовил. Полина Козлова, Денис Болтов, Светлана Нурик, городские новости. В Артеме отметили День сотрудника органов внутренних дел. Торжественное собрание прошло в главном зале города. Подробности далее. Сегодня в нашем зале собрались те, кто ни щадя ни сил, ни здоровья, а подчас и собственной жизни стоят на страже закона и порядка. Это люди, для которых понятие долга, чести, справедливости и мужества не просто красивые слова, а дело всей жизни. Работа этих людей не всегда заметна. Но именно благодаря сотрудникам Артемовского отдела полиции горожане могут спокойно жить и спать. Охрана правопорядка – сложная задача, которая требует душевных сил и полной самоотдачи. И только лучшие справляются с ней. Вы знаете, у нас работают люди, которые проходят специальный отбор, профессионально-психологический, которые способны по своим личностным качествам справиться с этими нагрузками высокими и преодолеть все сложности. Для того, чтобы выразить благодарность сотрудникам полиции, на торжественное мероприятие прибыли представители городской и краевой власти. В своем приветственном слове глава округа Владимир Новиков отметил, что на улицах Артема стало спокойнее, серьезно снизилась подростковая преступность. Стабилизировалась оперативная обстановка в общественных местах города. Мы над этим постоянно работаем. Мы должны с вами сделать так, чтобы наши жители имели возможность, отработав, достойно отдохнуть, не боясь за это, в любое время дня и ночи. Лучшие сотрудники были удостоены наград администрации и думы округа, а также законодательного собрания Приморского края. Но самой приятной наградой стали вновь присвоенные специальные звания. Подполковник полиции. Майору полиции Шипатько Роману Викторовичу. Самый большой подарок получил молодой отец Роман Пак. В заключении данной многодетной семьи в список получательной социальной выплаты в размере 4 149 540 рублей на приобретение жилья как семье, родившей тройню. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, и... Спасибо. Значит, вот это удостоверение, и в течение 8 месяцев после вручения вот этого удостоверения вы со своей супругой имеете возможность выбрать понравившееся вам жилье и его приобрести. Удачи вам, вашим детям, счастья в личной жизни, успехов и продвижения карьеры на работе. Полина Козлова, Денис Надельный, Светлана Нурик. Городские новости. Накануне праздника наша съемочная группа встретилась с начальником отдела МВД России по городу Артему, полковником полиции Алексеем Шульженко. Об итогах года и текущей работе в нашей рубрике «Интервью на тему». Алексей Николаевич, так сложилось, что день сотрудника полиции приходится как раз на конец года, и в принципе можно уже подвести некоторые итоги. Вот 2015 год, он каким был для вашего отдела? Он был достаточно благоприятный в плане оперативной обстановки и результатов оперативно-служебной деятельности. Количество преступлений у нас сократилось на 21,1%. Количество убийств у нас снизилось в три раза. Количество квартирных краж и разбойных нападений снизилось на треть. Есть ли какие-то пункты, по которым вы, может быть, пока вы еще не достигли тех показателей, которых бы хотелось, но тем не менее над этим работаете? Мы не останавливаемся абсолютно во всем этим позициях, в том числе мы планируем наши показатели улучшать. Нас пока не удовлетворяет раскрываемость грабежей, в том числе и сотовых телефонов, раскрываемость краж транспорта. В этом году официально вам теперь могут помогать дружинники. Вот скажите, с их появлением раскрываемость повысилась и помогают ли они вам в работе? Это, безусловно, повлияло. За счет дружинников нам удалось увеличить плотность нарядов. Это и профилактика, то есть люди, и в том числе и правонарушители, видят о том, что количество людей, несущих службу на улицах, увеличилось. Они нам помогают, в том числе и по проверке лиц, стоящих на профучетах. Здесь работу сложно переоценить, она абсолютно оценивается нам как позитивная. И мы очень рады, что все-таки законодательно приняли нормативно-правовый акт, рекламентирующий эту деятельность, и эта работа налаживается. Я думаю, мы будем работать с ними в последующий период еще вплотнее. Костяк, Добровольная народная дружина, процентов на 80 состоит из бывших сотрудников милиции, часть уже, наверное, полиции. Поэтому это абсолютно профессионалы, люди, ушедшие на пенсию, имеющие огромный опыт. Какие, на ваш взгляд, самые значимые масштабные дела можно вспомнить в этом году? Была серия разбойных нападений, совершавшись в ночное время. Работали достаточно профессионально, с транспортом, в масках, нападали в том числе и на сторожей, и на экспедиторов. Похищались в достаточно большие суммы. Нам удалось содержать эту группу, привлечь к ответственности. В настоящее время дело направлено в суд. Была достаточно большая серия из восьми эпизодов нападений на уличные киоски, в том числе фастфуды. Тоже действовали достаточно дерзко, быстро. Ими было совершено разбойное нападение на ювелирный киоск. На рынке у нас по телевидению это также освещалось. То есть нам и эту серию удалось, в принципе, раскрыть. А для нас это, конечно, хороший урожай, что называется. Экономическая обстановка по-прежнему продолжает оказывать воздействие на некоторые сферы нашей жизни. Вот хотелось бы узнать, как у вас в коллективе атмосфера, обстановка и повлиял ли кризис на вашу работу? Мы одна из самых больших организаций правоохранительного блока. Поэтому и коснулся он у нас достаточно серьезно. было сокращено финансирование практически по всем направлениям. Государство пытается оптимизировать свои расходы. И такие крупные организации однозначно, в числе первых, кто от этого страдает. Пути выхода мы видим в основном увеличение эффективности нашей деятельности. То есть мы разрабатываем специальные планы по отдельным направлениям для эффективной борьбы с преступностью, профилактики преступлений и правонарушений. И за счет улучшения профессионального ядра. Пока у нас сил и средств еще достаточно для эффективной борьбы с преступностью. Я думаю, жители города могут быть спокойны. Что бы вам хотелось сказать своим сотрудникам в преддверии праздника? Во-первых, и состояния преступности было меньше, чтобы вам было поменьше работы. Счастья и здоровья тоже хочется вам пожелать, вам, вашим близким, детям, родителям, чтобы все было хорошо. Хотелось бы пожелать понимания ваших семей. Отдельно хочу поблагодарить ветеранов. Они всегда с нами, они помогают нам в воспитании наших сотрудников. Они помогают своим опытом. Ну и жителей тоже я хочу поблагодарить, пользуясь случаем. То есть каждый раз говорю, что без вас бы мы не справились, так работая вместе, нам удается достигать каких-нибудь значимых показателей. Всех сотрудников с праздником! Много лет Артем в лидерах по сельхозпроизводству в Приморье, потому что сельское хозяйство всегда было в приоритете. Вместе со съемочной группой Артем ТВ новое сельхозпредприятие посетил глава города Владимир Новиков. Подробности у Максима Шпака. Вот такие бутылки молочной продукции скоро появятся на прилавках магазинов. Кефир, сметана и творог местного производства. От сельскохозяйственного кооператива Кневичанский, который стал одним из получателей государственного гранта по программе «Кооперация». На эти средства было закуплено современное оборудование и отремонтировано здание старого молокозавода. Сама идея кооперации, она достаточно легкая. Во всем мире она пользуется большим успехом. Создание такого кооператива позволит мелким товаропроизводителям и средним в том числе создавать свою продукцию и на базе этого кооператива получать очень качественную и конкурентоспособную продукцию. В соседних королевцах весной будущего года откроется семейная животноводческая ферма, которая предполагает работу именно семьи. В среднем 2-3 человека. И труд здесь максимально механизирован. На ней в сутки планируется производить 2000 литров молока. Такое хозяйство первое в Артеме и четвертое в Приморье. По словам специалистов в области сельского хозяйства, за этими комплексами будущее. Конкуренции такие фирмы не боятся, у них свой рынок сбыта. В отличие от крупных производств, они реализуют молоко непереработанным, без лишних примесей. В завершении поездки глава округа посетил питомник плодовых и декоративных культур. В продолжение темы. День работников сельского хозяйства завершился традиционным торжественным собранием и вручением наград лучшим предприятиям отрасли. Подробности далее. Профессиональный праздник работники сельского хозяйства отмечают, когда с полей собран урожай. Теперь можно подвести итоги и сравнить с предыдущими годами. Экономическая ситуация не позволяет расслабляться. Поэтому усилий приходится прилагать больше и налаживать производство. Мы гордимся все вашими успехами, не понаслышке, а потому что я считаю, что мы с вами находимся в едином процессе. И то, что зависит от уровня местных властей, всегда от нас не только рассчитываете на поддержку, но и всегда мы ее стремимся вам оказывать. Птица, молоко, мясо, овощи – основные продукты питания. Благодаря нашим местным предприятиям мы всегда можем выбрать качественный и полезный продукт. И, конечно, любой работник этой отрасли заслуживает отдельного спасибо. Профессиональный тракторист пожизненно с самого детства. Уже, считай, 40 с лишним лет, около 50 лет. Я бы всем пожелал, кто на этой работе. Побольше энтузиазма, здоровья, конечно, чтобы в семье все благополучно было. И всего-всего хорошего. Но и самоздоровье. Анатолий Цудзевич – обычный тракторист. Всю жизнь проработал на земле. Именно на таких людях и держится сельское хозяйство. И именно такие, как он, удостоились заслуженных благодарностей. Грамоты от Минсельхоза, главы города и председателя Думы получили лучшие представители агропромышленного комплекса. Это птицефабрика «Уссурийская», сельхозпроизводство «Дальневосточное», сельхозпредприятие «Артемовское», ООО «Урожай», ООО «Мелисса» и многие другие. В номинации «Лучший ученый-агроном» Ванюшкина Ирина Алексеевна, Государственное научное учреждение «Привозская овощная опытная станция». Дарья Мясникова, Денис Наддельный, Светлана Нурик, Городские новости. Плохие дороги, разбитые автобусные остановки и опасная криминогенная обстановка самые серьезные проблемы в селе Суражевка. Как исправить положение? С такими вопросами обратились жители к депутату Законодательного собрания Приморского края Игорю Чемерису. Тему продолжит Максим Шпак. Уехала пенсионерка в Новосибирск, там на две недели, болен ног. Уже пытались залезть в квартиру. Воры не пробрались в квартиру пенсионерки, спас замок. И похожих ситуаций немало в поселке. Первым вопросом, с которым жители поселка обратились к Игорю Чемерису, стала работа участкового. По их словам, попасть на прием к нему почти невозможно. У нас вот как проводится прием вообще от граждан? Скажите, пожалуйста. Мной проводится, но у меня вообще вся территория поселка Артемовский за мной. Сейчас я из четырех участков прогунул один. У меня Сидонский здесь, соответственно, в Суражев, Коптичный, к Артемову, Грязь. В поселке постоянно, регулярно. Здесь мы с Андреем Викторовичем определились, что мы здесь... Раз в месяц он сам. Раз в месяц мы с Андреем Викторовичем непосредственно, я присутствую здесь. Разорваться на четыре больших района участковый физически не может. Я хочу понять, как проводится профилактическая работа. А по моему пониманию, ее нет. Давайте называть вещи своими именами. Я сейчас не вас обвиняю. Я просто сейчас говорю о том, что понимают люди. Потому что мы уехали в Велике, а нет, это стадия, если с вами снова жить. Там понятно, как-то может молодежь самоорганизоваться, это может за какие-то там порядка посмотреть. Дай Бог, хорошо, если получится. А так, по большому счету, им обратиться в субботу нет. Начало разговора депутата и жителей проходило в мирном ключе. Но по мере обсуждения самых наболевших вопросов, градус эмоций в зале накалялся. Теперь уже новый ноябрь, нет остановки, нет освещения. Очень страшно. Вот у меня внук приезжает из школы из Заводского в 6 часов вечера. Уже темно. Я стою здесь, присусь, как кошка на помойке, жду, когда он придет. Ни одного фонаря по суражинке так и не поставили. Остановку не поставили. Освещение остановки не поставили. Люди битый год обивают пороги городской администрации. И каждый раз им обещают сделать свет. Но на сегодня ситуация такова. С наступлением ночи улицы в поселке не освещены. Я буду сейчас с Волошиной приглашать. И вот там, что он прямо ногу ногу голову. Что на самом деле. Ну, это люди правильно говорят. Ну, каким-то бить их в школу. Также остров стал вопрос о проезде большегрузного транспорта по территории Суражевки. Я уже записывала номера, подходила к начальнику стройки. Вот там самый главный, который у нас сейчас данное время. И как вам все-таки решить этот вопрос? Проблем с Суражевки немало. И Игорь Шемерисов захотел увидеть их наглядно. Ему показали неработающие фонари, разбитые дороги и отсутствие остановок. Народный избранник заверил, что все наболевшие вопросы будут решены. Работа участкового, окна в школе, освещение по дороге и освещение остановки. Это те вещи, которые, я считаю, в приоритете стоят, и мы должны их сделать. В ближайшее время, да? Да. Максим Шпак, Дениснадельница, Светлана, Нурик. Городские новости. На этом выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Смотрите больше новостей на сайте артемтв.ру, а также в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»